Значит, добрый всем, ну, чего там. Значит, один из многочисленных вариантов портретов и попыток изобразить того, о ком я сегодня собираюсь поговорить, это Раф или Ягу из Винна. Ну, да, портретов много, но они более-менее похожи на этот. Я, правда, никак не могу разобрать, что здесь костюм, в котором он нарисован, но это, в общем, не очень важно. Значит, он редкостный случай, у него одно имя, Элияху, в те времена принято было в ишкенарских странах двойные имена. Как его папа сказал, Бен Шлома Залман. Раби Лияху из Вильны, он же виленский Гаон, просто Вильнар Гаон, известен под рабиатурой Хагра, Хагаон, Хараф или Ягу. Человек, который, вот я всегда, когда упоминаю этого человека, всегда говорю, смотрите, как выглядит биография настоящего ученого мужа. Идеальная биография. Родился в фантастической совершенно семье. Родословная, украшенная. Дед главный Равин Вильны, прадед Раф-Рафкаш, один из самых знаменитых, ну и так далее, поколение Равинов. В шесть лет прочел проповедь в синагоге, правда, папой, наученный папой. После чего в семь лет прочел собственные хидуши, то есть исследования которых, собственные исследования хидушей Тарата, что называется, к трактату Брахот. Вот. Весьма нетривиальный. Кстати, потом даже в книжку поместили, в книжку Шнут Ильяху, где стоит примечание его зятя о том, что это та самая хидуш, которую он в семь лет читал в синагоге. Причем такой хидуш, в общем, нетривиальный. С хорошим таким пельпулем, то, что называется, то есть длинные, сложные рассуждения, то есть все, что положено. Значит, где-то в очень раннем возрасте стал учиться сам, учителей всех, больше ему было не нужно. В девять лет начал учить кабалу. Это вот по поводу, что такое раннее. Впрочем, я хочу заметить, что, по крайней мере, куча народу, которые, вот его родственников, и даже Рейбхайм из Воложина, его главный ученик и наследник, собственно. Наследник, ну, имеется в виду, который стал во главе Ешивы Воложинской, говорит, что он спал в сутки два с половиной часа. Значит, этого ему достаточно было. Поэтому, значит, очень рано женился, как было принято, на состоятельной девушке из состоятельного рода. И, собственно, жена его и содержала, освободив его от всех домашних заданий. И он целиком отдался только учебе. То есть, ценность его, как семейного человека, равнялась строго нулю. Вот строго нулю. Счастливо жил со своей женой. Значит, он родился в 1720 году. Значит, она была года на четыре моложе его. Когда ему было 50+, она умерла, он женился второй раз. И тоже весьма так же, это самое, удачно. Да, ну, сразу забегая вперед, умер он в 1797 году. То есть, перед наступлением XIX века. В 20 лет по обычаю существовавшей, правда, я думал, что раньше обычно ходят, пошел то, что называется Галут. Это Ешива Бохери по традиции таких средневековых вагантов. Ну, ваганта, конечно, к еврейским мальчикам применять не стоит, потому что тот, кто не знает слова ваганта, это вагханта от этого самого римского бога винопития, вагха. То есть, это такие разнузданные груди. Но, в общем, такой, но вагантов называли бродячих студентов еще. Вот этот обычай, он сохранялся очень долго в Ешивах. В 20 лет он отправился, вот, в то, что называлось это Галут, в изгнание. Утверждается, что побывал, дошел до Берлина и даже до Амстердама. После чего вернулся домой, в Вильню, и больше оттуда никуда не выезжал. После этого занимался строго тем, что учился и писал. Значит, формально утверждается, вот в его биографиях существует странная вещь. Формально утверждается, что раб Ильяго из Вильны отказался занимать какую бы то ни было должность общинную по причине того, что это помешает ему учиться. У раба Аарона Маркуса приведено с датами, что в Вильне была отменена должность главного раввина, потому что община не знала, как избавиться от своего раввина. И просто отменила должность. А избавиться от раввина – дело очень трудное. Поверьте, там контракт, обычный десятилетний контракт, и избавиться от него – это, в общем, я с трудом представляю, что раввин должен натворить, чтобы от него можно было законно избавиться. Впрочем, количество историй, где раввину набили морду, выкинули из города, 18 века у меня хватает. Община почему-то оказалась недовольна и выкинула просто силы, выкинула. Ну, там дальше начинаются суды, он какую-то компенсацию обычно потом получает. Не всегда, не всегда. Вот. Значит, по этому поводу должности главного раввина в Вильне-то, собственно, не было. Да, Вильна – это Вильнюс, современный для тех, кто понимает, для тех, кто почему-то не знает этого. Значит, вообще-то родился, строго говоря, родился Раф Ильяху в Ржече-Посполитой. Тогда она туда относилась. Литва, вот это вот. Разбираться дальше, как там переходила в течение его биографии эта территория, я вот совершенно не хочу. Значит, собственно, в Вильне… Вот теперь начинается следующее. В Вильне его авторитет был такой, что Раф им было не нужно. Он просто то, что он говорил, то и делали. То есть это вот уникальный авторитет, не базирующийся ни на чем, ни на какой должности, а на чистом авторитете. Вот это уникальный случай. Это признак нового времени, кстати, Равин, который, чье слово формально абсолютно ничего не значит, а на практике значит все абсолютно. Вот это вот такая вот личность. Утверждается, что он не хотел должности, но даже если бы хотел, я думаю, что Вильна бы учредила для него должность, не было бы проблем. Не учредила, вот он так и умер тем, кто он есть. То есть на бумаге он идиот, заурядный человек, обыкновенное мещение. На практике это совершенно неправда. Значит, всю жизнь учился и писал. Писал он, я даже не берусь перечислить, что он написал. По причине того, что это вот человек уникальный. Вот конец XVIII века, это эпоха, ну не конец, на самом деле, вторая половина, это эпоха энциклопедистов, да, это, ну, во Франции. Это Даламбер, это этот самый, как зовут главного энциклопедиста, Вольтер, ну и прочее, вся вот эта, длинно перечислить. Он классический энциклопедист, причем не пропустивший ни одной еврейской классической книги. Более того, все вокруг него утверждают, что он очень прилично знал математику. Нет, я не утверждаю, что на университетском уровне, но, скажем, на хорошем школьном уровне он знал математику, астрономию. Поэтому утверждается, что он написал книгу по астрономии, кстати, биологию. Говорят, как-то знал философию, но судя по тому, что он относился к ней очень плохо, к изучению философии, я не очень-то уверен, что он ее как-то знал. Значит, при этом основные его вообще труды, совершенно фундаментальные труды, это те, которые для чтения не очень годятся по причине того, что это очень краткие замечания, регулярно уточнение версий в первоисточниках. А именно, он, значит, к Сульханаруху, к Талмуду, к Зохару, значит, более развернутые комментарии к одной из частей Зохара, которая называется Сэферда Цнюта, к двум Сэдерам Мишны, к Сэферде Цира, ну и так далее. Значит, то есть, книг безумное количество, и, а вот прочие его, и несколько сборников Хидушин, да, еще комментарии к нескольким трактатам Иерусалимского Талмуда. То есть, ну, человек, который, вот, значит, из его биографии, что только, на чем надо останавливаться? Вот его биография, это его, смотри, сборник книг. Когда мы говорим о небиографии, то есть о биографии, но о значительных событиях, то именно он возглавил борьбу с хасидами, и он действительно не любил хасидов. И, собственно, все, кто выступали против них, опирались на его слово. Это пункт первый. Пункт второй рассказывает про него, вот тут я не очень хорошо понимаю, я не являюсь это сам, не пытался никогда разобраться с этой биографией, но он, по крайней мере, трижды пытался совершить Алиявы Рецисреи. Некоторые говорят, дважды это просто путание цедат. Нет, не совершил, так и остался у себя дома, по разным причинам. Но его группа, его учеников, Алият, учеников Гагра, вещь довольно известная. И вот здесь проявляется некоторая действительно мудрость. Ему не нравился Сидур Мусахашкина. Вот теперь вот в чем разница между Равом и Лиягу и хасидом. Хасидам тоже не нравился Сидур Мусахашкина. Но у них были свои причины, они хотели туда заключить Кванут-Ри. Поэтому они внесли в него исправление и даже издали исправленный вариант. Рав и Лиягу был резко против Гагра. Но вот теперь, чтобы было понятно. Ему не нравился Сидур Ашкин. Но он сам по нему молился и другим менять не позволял. Но когда его люди поднялись в Эрицисраэль, то он заявил, что для Эрицисраэль можно после Алия поменять в носах, потому что это другое место. И так появился Сидур Мусахагра. То есть у него был свой вариант Сидура. Он есть, он издается. Я не знаю, остался ли кто-то, кто по нему молится. Но нет, я был как-то в Синогове, где молились по носу Хуагра. Значит, у него есть Сидур, его собственно Мусаха, но он ровно для Эрицисраэль был сделан. Потому что как бы вы переехали и имеете право поменять не только место, но и вариацию молитвы. Вот это, чтобы была понятна разница между хасидами и Равой Ильягу. Собственно, последователи Равой Ильягу получили прозвища Миснагиды, то есть те, кто против. Нетрудно догадаться, что прозвище им дали хасиды, потому что довольно очевидно, что те, кто против, противники. Но надо сказать, что Миснагиды с гордостью носят этот титул. И знавал я несколько людей из тех краев прибалтийских, которые говорили, это они, говорят Миснагид, Миснагид – это я. Причем, чтобы вам было понятно. Обычно вот с легкой руки греться, был такой историк, говорят, хороший, XIX века. Но он очень не любил хасидов и очень любил Миснагид. При этом он про хасидов писал, что они все мракобесы и каббалисты, то ли дело Миснагида, которые мы святы, ясно. Я специально сегодня подобрал некоторые тексты, чтобы было ясно, насколько. Так вот, про Миснагида. Рэп Торбычкин зали. Когда меня в 1941 году Москву под Кенигсберг послали защищать. Это Миснагида. Я каждый день клал не только Тфилин Раши, но и Тфилин Робейну там. Это по поводу каббалы. И это самое обычное. Тфилин Робейну там. Это да, в общем, простые ребята его не накладывают. Эти считали нормально. Миснагида, Миснагида. С хасидами дружили. Одно другому не мешало, потому что спор весь выветрился. Выветрился к тому моменту. Значит, ну да. Собственно, биография на этом начинается и кончается. И, значит, умер, похоронен на могилу. Там сейчас совершенно замечательный памятник стоит. И могила там. Город Вильно гордится наличием такого могилы в своих пределах. Приличная довольно-таки семья, дети. Ну вот такая вот благополучная жизнь. При этом личность, которая вот, например, тот же Рэбхайм в мемуарах о Гагре говорит, что когда у него была какая-то задача, которую он никак не мог решить, он есть не мог. И да, и мог несколько дней не есть, потому как пытался понять. То есть вот такая личность. Целиком погруженная в учебу. Еще раз. Как такая личность может быть при этом каким-то безумным авторитетом, я не знаю. Тем не менее, вот он вот таким был, производил впечатление на всем. Чтобы было понятно, Кабалой занимался в том числе и практическими приложениями. Ее это, чтобы вот Грецию и Каос. Это неправда. Вы откройте, есть сборник массы Гагра, и можете посмотреть, что там есть. Там несколько замечательных историй на эту тему есть. И специально вот для того, чтобы посмотреть образцы, понимаете, образцы его примечаний я не хочу приводить. Там надо долго объяснять всюду, что он имеет в виду, и зачем он сюда лезет, и что он здесь хочет. Его примечания, в общем, они такие очень часто библиографического характера, указания, с чем сравнивать, просто ссылки перекрестные. Ну, вот такой вот очень академической такая работа. При этом он, значит, у него не очень много комментариев к Танаху. Но зато есть, ну, у него есть комментарий на первых пророков. Яшуа Млахим Дебрей Геемим. Вот этот вот цикл. И серия примечаний именно к историческим циклам. У него есть книжка, где он сводит то, что написано в первых пророках, сводит в таблицу с Мидрашем Седер Олан. Есть такая таблица. Ну, такая типичная для него работа. То, что я хотел, конечно, есть. Можно привести цитату из цифр. Да, с нее-то, но я ее несколько раз приводил по разным поводам, когда говорили о Кабале. А сегодня мне как-то хочется и нравится попробовать почитать его комментарий сквозной, по-стиховый. Я его целиком приводить не буду, естественно. Книги Йона. Я хочу заметить следующее. Стиль учебы, вот все его книги, которые мы видим, все его работы, это всегда то, что называется пшат. Это прямой смысл. Это очень ясное мышление. Он резко против того, что называется пельпуль. Я по-русски не знаю, как перевести слово пельпуль на русский язык. Пельпуль – это, ну, в советское время употребляли, воборот, схоластические рассуждения, где, чтобы объяснить вопрос, нужно три страницы, потому что вопроса не видно. Чтобы ответить на него, нужно пять страниц, а в конце написано, но это требует дальнейшего изучения. Стандарт такой. Пельпуль – это дело так. Гагра был резко против, у него очень ясное мышление, он очень ясно, вот те, кто у него учился, говорят, он безумно ясно преподавал Талмуд, правила, текст Гемары, Раши, Тасафот, Риф, Ран, ну, вот классики, и напрямую к Шульханаруху. Стиль мне близкий, мне понятный, и он именно вот по штабу. Но, да, да, его комментарии к упомянутым книгам, они, собственно, более-менее такие. А вот комментарий к книге Йона, он вызывает просто радость. И вот почему. Я сейчас открою просто книгу Йона, себе, чтобы было проще рассказать. Она к Пшату вообще не имеет отношения. И он даже не пытается притворить, он вообще… И если не знать, кто это комментирует, то может сложиться неправильное впечатление. Значит, итак, я просто начинаю читать, ну, естественно, не все подряд, она… Сколько это страниц там? Она не длинная, сама книга не длинная, страниц здесь восемь. Ну, так, два столбца. Значит, начинается комментарий к книге Йона так. Так, дело пророка, пророк, о котором идет речь, я буду попробовать пересказывать, потому что зачитывать это буквально не стоит. Пророк Йона Бенамитай, Ромез, подразумевает, символизирует, я вообще слово Ромез предпочитаю, именно символизирует, душу человека. Как написано в Зогаре, что человека посылают в этот мир, чтобы исправить мир. Вот теперь внимание, не исправить душу, а исправить мир. И не то, и мало ему того было, что он ничего не исправил, но даже испортил. И тогда отправляет его на второе перерождение, чтобы исправить то, что было, но теперь в страданиях и в несчастье, как будет объяснено ниже. Итак, то есть комментарий к книге Йона открытым текстом сказано, что Пшат вообще не собираемся читать в этой книге, а собираемся читать историю о душе, которая спустилась в этот мир. То есть все чтение книги – сплошная символика. Это даже не Рамбом, это послером Рамбомовские построения, те, с которыми боролись Раби. Но время другое, и там никто не пытается подменить, как раз во временах Агро это было проще, чем в XIII веке, когда происходили вот эти скандалы вокруг книг Рамбом и вокруг символического чтения. В конце XVIII века уже все считали, что нет проблем в том, что текст имеет прямой смысл и символически одновременно. Там уже никто не пытался сказать, что одно противорище другому. Там это было проще уже. Значит, начало комментария. И было слово Хашема к Йоне. Это история о том, как Всевышний посылает душу в этот мир и говорит, иди, отправляйся в такое-то тело, и делай так, и исполняй мою волю. При этом Йона назван Бен Амитай. В самом начале Йона Бен Амитай. Нетрудно догадаться, что слово Амитай, слово Эммет видна. Эммет – истина. Душа, а Йона – это душа, сын, ну, Нишама Бен, сын святого благословения, он, который истинный. Как сказано, вы, дети, Хашема, вашего Бога. И как сказано в Зохари, как есть отец у тела, так есть отец у души. То есть, как бы, значит, а как известно, подпись святого благословения, он, Эммет, значит, по этому поводу, значит, божественная душа, как говорит Гагра, начало книги Йоны, значит, и Всевышний сказал ему, встань, иди в Ниневию. Встань из своего места, где ты пребывал, Ла, душа, в райском саду, и иди в этот мир. А Ниневия – это этот мир, который является подбожием ног престола, благословен он. И имя Навэгу, Навэ – это вообще оазис или постройка для скота. Но здесь это главное место пребывания, и человек исправляет, должен исправить Навэгу, место пребывания, дворец, построенный Всевышним, Всевышнего. Вот опять, ну, во-первых, я хочу просто в некоторых местах ставить акценты, просто указывать на акценты, которые он ставит. Но, во-первых, я хочу заметить, Рапэль Ягу не говорит про то, что про ничтожность нашего мира, а наоборот говорит, что наш мир – это дворец Навэ. Для тех, кто не чувствует связи, слово Навэ – это же еще в библейском игрите отсюда наэ – красивая, иной – красота. И комментарий… Кстати, это не искусственный комментарий, это правильный комментарий, но он пшатный. Ну, и понятна теперь связь – оазис Нава, Навэ, а также дворец. И тогда вот цитата из песни «Над морем» «Зэ и Лива», а Навэгу – это мой бог и я, мудрецы понимают, новославлю его переводят и правильно переводят, а Навэгу – украшу его, что предметы Запада должны быть красивыми. Так вот, Всевышний посылает душу в этот мир, который Навэ-Хашем, который является оазисом Всевышнего, то есть дворцом Всевышнего. Для чего? Для того, чтобы человек его тикэ. Опять, всегда проблема, в каком смысле человек употребляет слово тикэ, но в этих текстах это сделать правильно. Современный иврит говорит просто «чинить», «Латакэ» – это «чинить» современного иврите, но в книге, например, «Кагэл» – это «Латакэн» – это скорее «выпрямлять». Это вот скорее «выпрямлять» туда. Но на самом деле тут я хотел заметить, что в слове «Латакэн» – морда корня «кан» – гнездо, да, просто хорошо видна, то есть сделать гнездо правильным. И известно, и призвать человек должен, чтобы Ниневия, этот мир, вернулся от дурного пути. «И встал Йона, чтобы сбежать» – это третий стих. «И встал Йона, чтобы бежать, торшись от лица Бога». Значит, что он сбежал от Всевышнего в наш мир. Душа сбежала от Всевышнего в наш мир. И поэтому, когда человек, шап, возвращается, он называется «бальчуа». Ну, вообще, шутка здесь та еще, конечно же. Но как бы человек, который возвращается к Богу, он «бальчуа», но так как в данном случае здесь «бальчуа» – вообще, обычно перевожу, «раскаялся» по основному значению, но здесь душа сбежала в этот мир, сбежала, отправилась в командировку в наш мир, но должна вернуться. Торшиш, как известно, по всем текстам пророков слово «торшиш» регулярно упоминается, и корабли «торшиш» регулярно упоминаются. Это богатство этого мира. Значит, и он спустился в Торшиш, и он спустился, извините, в Яфа, значит, и нашел там корабль, который отправляется в Торшиш. Значит, «торшиш» – это богатство этого мира, а корабль, значит, корабль – это тело. От слов «Тааньява, Ания», то есть цитата из книги «Плач Эйха», «Плач Ремия» по поводу того, что «Тааньява, Ания» – это печаль рыдания. И, как сказано, все дни его печаль и боль, и также человек рожден для страданий, и вообще этот мир похож на море, а мир грядущий и райский сад похож на сушу. «Ибо все, кто спускаются в море», то есть мореплаватели, они спускаются не для того, чтобы там поселиться, а для того, чтобы привезти товар на сушу. То есть вот красота как раз употребления нашего мира морю, он именно тем, что в море никто не живет. В море только надо достичь суши, а поэтому райский сад – райский сад – это мир душу, Рава, или Яву, конечно же. Это суша. Кстати, я хочу обратить внимание, что когда речь идет о рыбе, то тогда вы, наверное, понимаете, что выплюнула рыба на сушу и так далее, можете догадаться, какая символика там это будет, в этой истории с рыбой, которая проглотила ее, а потом выплюнула на сушу. Можно вопрос, Мейер? Да. То есть тут уже непонятно, в чем разница между Нинвэ и вот этим кораблем, если Нинвэ – это наш мир. Нет, минуточку. Нинвэ – это наш мир, и корабль – это тело, на самом деле, в нашем мире. Извините, это море наш мир еще. А корабль – это тело, в котором пребывает душа. Вот Йона – это душа. Вот тут не путайте. Йона – это не человек. Йона – это душа. Вена метай – божественная душа. А наш мир – это корабль, в который он сядет сейчас. Так это два разных... Ой, извините. Наш мир, не наш мир, извините. Тело – это корабль, в который он сядет. А по морю, по которому он поплывет, это он поплывет по перепитиям. Перепитиям? Как правильно сказать? Перепитиям. Перепитиям. Я все время сбиваюсь с детства. Проблема с ударениями. Значит, перепитиям этого мира. Значит, все приключения Йоны на корабле – это приключения души в теле. Тут надо понимать. И команда корабля – это то, что управляет телом. Это понятно. А куда же он должен был пойти тогда? Что тогда такое Нинвэ? Нинвэ – это... Значит так. Нинвэ – это... Нинвэ – это то, что человек должен сделать с миром. Вот каждый человек имеет как бы миссию в этом мире, чтобы превратить мир в Ниневию. А-а, вот оно что. Но Ниневия извращенная. Поднялись мы к этим... Я просто пропускаю часть, потому что я не успею прочесть много. Поэтому я пропускаю часть всего этого. Просто для образца хагра и просто стиля хагра. Здесь еще огромное количество цитат, подкрепляющих их из разных источников, которые... А море – это невзгоды этого мира. Так вот, в Ниневии поднялись мы к Этергеям, небесные обвинители, что происходит безобразие в царском дворце. И душа, миссия души в этом мире исправить положение в Нинвэ и вернуть в прежнее состояние. При этом невзгоды этого мира – это еще и море. И этот мир уподоблен морю. А беды этого мира уподоблены волнам. Как сказано, Это молитва Йоны в книге Йона. Все валы и волны надо мною прошли. И тело подобно кораблю, ибо тогда она может спуститься в море, а в результате душа с помощью тела в этом мире, чтобы достичь мира грядущего. Вот это мысль. Вот путешествие Йона на корабле – это путешествие души по этому миру в теле. Вот это символика Гага. Значит, Ваэтэнска и дал плату, значит, дальше написано, в тот же третий стих, Йона дал плату за судно, то есть за тело, да, мы помним символику, что он починил свой разум и свои силы и желания, и предусудительные желания телу, и это награда тела. Маша осе оберот, ше ныгынэмэмэну, што тело получает удовольствие от преступлений, то есть Йона, душа, платят телу тем, што тело совершает не всегда достойные поступки, получает от этого удовольствие, и это цена, которую душа должна заплатить за то, что она существует в тени. По-моему, он хорош, на самом деле, мне безумно нравятся его комментарии книги Йона, именно вот, он в некотором смысле все равно пшат, вот, да, все это сплошная символика, но он остается в рамках вполне пшата. и дал плату за корабль, потому что все члены тела получают удовольствие от преступлений, а мудрость, хохмат мискэльбазуя, да, из книги Кагэлок, а мудрость бедного, да, ну, давайте так переводить, как принято, презренно, потому что тело не получает удовольствия от ецертов, от доброго, это самое, от доброго начала человека, а ецер-хара получает, от ецер-хара получает, и поэтому тело вообще-то предпочитает иметь дело с ецер-ра, потому что оно с этого имеет, а ецер-то, он тело, в общем, имеет привычку доставлять сплошные неудовольствия. Значит, и спустился в море, в ерат, тут довольно важно, значит, и спустился, в ерат, и спустился, вот теперь, тут вопрос, значит, он спустился в корабль, естественно, правильное чтение этого стиха, как пшат, но здесь вы можете читать, и спустился в тело великим спуском, и это с высокой крыши на глубокий колодец, но это поговорка, по-русски, по-русски нет нужной поговорки, значит, это логическая поговорка, которую в современном Израиле все школьники обязаны выучить наизусть, она на арамейском произносится, с высокой крыши в глубокий колодец, то есть, когда хотят отпадеть с таких высот пал, говорят это поговорки, и по этому поводу спуст души, это маигры рамал и боры амигта с высокой крыши в глубокий колодец, значит, и дальше говорится, что он бежит мелифне га шем, от лика га шема, и дальше следует фраза хагры, которую, по-моему, нужно в качестве поговорки просто помнить всегда, ибо все бегут от него и не хотят стоять перед ним, это встать перед ним, имеется в виду, все хотят жизни, никто не хочет возвращения. Далее Хагра продолжает описание путешествия души на корабле тела, и когда доходит уже до и поднялась буря в Анияра отстала Лешавер, и корабль собирался, Хашвал Лешавер, собиралась разбиться, то вообще, так говорит, тело думает, что дальше приводится цитата из книги Зогара, что все дни человек надеется, что он вечно будет в этом мире, и весь мир его, и никогда не умрет, но теперь, когда приходит часть, он начинает вспоминать, что нынешнее, что все равно умрет, и придет время, когда он встретится с Всевышним, и душа придется терпеть грехи, которые он совершил. Значит, и по этому поводу вот далее, когда он говорит, что и моряки сбрасывали Клим, утварь, да, по-моему, утварь переведено, Клим, это я думаю, что на самом деле сосуды, товары, значит, по этому поводу Хагра, понимая слово Клим, которое на корабле, товары, которые на корабле, понимая буквально, сбросили одежду и легли на кровать. Слово Клим в Талмуде это не библейское, это толмудическое употребление слова Клим, Клим это еще одежда. В Талмуде это регулярный термин, который снял свои одежды и упали на кровать. Значит, как человек в нашем мире снимает одежду перед тем, как лечь спать, чтобы ему стало легче по этому поводу Йона спустился в трюм, спустился вниз корабля и лег на кровать и заснул, потому, как известно, в день смерти и так далее. То есть, вот эта часть уже описывает конец человека и вот этот спуск Йоны в трюм, это сброс одежды, то есть, человек лежит над кроватью перед смертью, отсюда идет рассказ, значит, диалог Йона с моряками я пропущу, потому что это о свойствах души, откуда эта душа из какого из верхних отделов, я не буду здесь останавливаться, длинный разговор, и, естественно, и испугались люди великим страхом, когда душа уходит, то, соответственно, все тела рыдают и и соответственно, ну, там дальше и по этому поводу вторая глава, которая, собственно говоря, стандарт чтения книги Йоны со времен, ну, вот, совершенно не запамятных, она есть уже в апокрифах еврейских, то есть до новой эры эта идея и пригласил Гошем, есть много вариаций, я не сразу скажу, но общий смысл именно такой, и пригласил Гошем великую рыбу проглотить Йону, и это могила, и это ангел Дума, который представлен с мертвым, как известно, вообще, когда говорят как известно, то это всегда как известно из Кабалы, когда вот начинает вот так, вы обнаружите кле-дуа, то это пропущено окончание, как известно тем, кто знает Тайны Кабалы. И он называется Дума, потому что по смыслу молчания, то есть ангел, имеющий имя молчание, это ангел, представленный смертный. И был Йона в чреве рыбы три дня и три ночи, и все три первых дня хочет душа вернуться в тело, которое он пребывал и которое покоится на земле. и потом, когда он увидит, что аура тела гаснет, то он оставляет его дали следует, я не буду приводить огромный текст, который идет комментарий к молитве, потому что он уже довольно каббалистичен, и мне объяснять про четыре клепы совершенно не с руки. главный одиннадцатый стих второй главы «И сказал Гошем рыбе, и выплюнула она Йону на сушу», последний стих второй главы, сказал ангелу Дума, вот этому ангелу, приставленному к мертвым, имя которого молчание, чтобы вернул Гошему душу и выплюнул Йону на сушу Лаган Эден в райский сад, то есть в мир душ. То есть вот эта вся история второй главы, это на самом деле дальше мы увидим это временное пребывание дальше, дальше мы не очень уверены, что это самое, мы дойдем до сюда, но тем не менее, но вот как видите, вот чем хорош комментарий, он хорошо пригнан к тексту, действительно блестяще пригнан, и если человек говорит, что суша это райский сад, то мы видим, что до конца второй главы это выдерживается, потому потому что моряки, которые пытаются довести корабль к суше, то есть тело, которое пытается доставить душ куда положено, это просто хорошо. Значит, по этому поводу третья глава и было слово Гошема к Йоне второй раз, а именно послал его на второе перерождение, чтобы исправил то, что тот сделал криво. Вот теперь третья глава, тогда второй раз душа возвращается еще раз в этот мир. Замечу, что первый рассказ в результате у нас оказывается про невыполненную миссию, то есть душа спустилась в мир и не сделала то, что должна, и по этому поводу он отправляется только теперь сделать, что должно. Но в предисловии к всему этому комментарию Раби Ильяху из Вильна сказал, что второе путешествие души в мире связано с бедами и несчастьями, ну, время уже подходит к концу, связано с бедами и несчастьями и что именно ко второму, ну, и последующим Гулей Нешама применимо высказывание Талмуда, я из него это зачитываю, применимо высказывание Талмуда по поводу того, что дети пропитания, дети здоровья и пропитания зависят не от заслуг человека, а от мазла, от счастья, от судьбы, это касается именно второе, это самое, и тогда в рамках того, что я сказал, третья глава будет посвящена тому, что душа выполнила свою миссию в мире, а вот третья, а четвертая глава, где Йона страдает, это страдания в этом Гильгуле, и он испытывает несчастье от бедности и недостатка всего, и по этому поводу страдания четвертой главы, но и стало плохо Йоне великой плохостью, поплохело Йоне плохостью великой, значит, стало ему плохо из-за нехватка пропитания и прочих вещей, как сказано, дети, жизнь, продолжительность жизни и питания и пропитания зависят не от заслуг человека, а от мазла талья милта, а зависят от судьбы, от мазальки киснет, только не столь вот это не предупреждение, оно недетерминированное при этом на самом деле, значит, и несмотря на то, что в данный момент в этом мире Йона, в этой истории является полным праведником, тем не менее у него крупные неприятности, и разгневался и разгневался он, вот это гнев, позавидовал жителям Немеви, которые удостоились двух столов при жизни этого мира и мира грядущего. Это классика по поводу того счастлив, кто удостоился двух столов и кто удостоился мира грядущего в одночасье это известная агода про человека я сейчас вылетел как его звали, который не осталось в мире ни одного прегрешения, которое бы он не совершил, и когда с небес раздался у всех вернитесь ко мне дети, то есть все могут сделать раскаяние кроме такого-то, он пошел, сел на камень, горько зарядал и от страдания отлетела душа и сказал Рабио Лизар благословен тот, кто удостаивается мира грядущего за один час. по этому поводу вот эта обида Йона, что вот есть люди, которые вот так, а Йона это душа, я напоминаю, а вот он теперь вот так страдает, ну и и соответственно Кикайон, клещевина, да, по-моему, перевели это слово, Кикайон это временные богатства, которые, вот эта радость, это временные богатства, принимание, Кикайон оказывается временными богатствами и счастьем в этом мире и кончается все это сейчас и когда в конце Всевышний говорит, а я не пожалею о Ниневе и великом городе об этом мире и в частности от того, кто любит его, поэтому мир называется великим городом, то есть не пожалею великий город, это весь этот мир, ну и тогда, то есть вот, ну и кончается книга милости Всевышнему к этому миру, который является подножием звонок и чертогом Всевышнего ну вот такой вот комментарий и мне он показался просто очень подходящим к рассказу о рабе Ильягу из Вильны ну вот где-то так ну что да очень красиво то есть получается Всевышний так замыслил помиловать Нинве просто он хочет включить вот эту душу да в свое дело в том что ведь понятно что Всевышний плетет сеть он хочет но он плетет сеть он не чудом же хочет это делать мир дворец не должен держаться усилиями царя дворец должен уметь стоять сам конечно вмешательство царя нужно как украсить тот или иной зал ну и так далее и так далее и так далее но все-таки дворец должен уметь стоять сам ну вот ну мне просто очень нравится этот комментарий и он он в деталях хорош я просто ну кучу деталей пропустил естественно когда потому что раб Ильяху просто очень классно плетет сеть цитат ссылок ассоциации все это очень классно сделано по-моему это действительно один из чудеснейших комментариев которые именно для души которые надо читать причем рекомендую положить рядом книгу Йоны чтобы по ней плыть вот в это время по книге плыть чтобы вот было ясно о чем он говорит и о том потому что он хорошо связан он это не искусственно очень не искусственно очень естественно комментарий ему оказывается там получается два воплощения души в тело да при этом одно в море а второе на суше ну дело в том что когда Йона обратите внимание когда Йона второй раз приходит Неневи не говорит что он прибыл на суше на суше он прибыл из рыбы причем обратите внимание вторая и сказал Господь и она извергла Йону на сушу то есть суша это мир душ да и было слово Господа к Йоне второй раз то есть это второе отправление встань пойди в великий город выполни миссию который тебе уже сказано это самое тебе же сказали и стал Йона и пошел по слову Господа наконец-то и так далее то есть слово Йону обратите внимание там не сказано в третьей главе и оно правильно не сказано потому что это не суша по Хагре это Наве в данном случае не Неве это Наве это чертов слышно то есть когда у нас когда душа осознает свою миссию тогда жизнь для нее не является вот этим штормовым морем по всей видимости по крайней мере если это первый Гельгуль я правда не уверен потому что у Хайма Виталя написано что новая душа в нашем мире большая редкость уже тут разные мнения на этот счет насколько я знаю да я в эти темы вот надо как как-нибудь вам прочесть с этих изъемок Раби Виталя Раби Хайма Виталя довольно любопытно там отрывки можно читать просто ну вот так большое спасибо тогда всем всего доброго агичабес да шаббат шалом шаббат шалом и шаббат шаббат шаббат